Трагедия в Ленинском районе. Мужчина выбросил из окна своего ребенка. Девочке было всего 4 месяца. Ее отец, скорее всего, так и не понял, что произошло. Предположительно, он был под действием наркотиков. Результаты экспертизы станут известны завтра. Альфия Еремеева продолжит тему. Она открывала окошко, как проветриваться, соседка рассказывала. Открыла окошко проветриваться, и он через нее вытянул ребенка в окошко. Соседи еще не могут оправиться от того, что случилось утром. Все произошло на четвертом этаже общежития. В этой комнате жила семья с двумя детьми. Мужчину и женщину называют проблемными. Они часто ругались. Но сегодня никаких криков не было. Все произошло рано утром. Многие еще спали. Было тихо, жильцы на четвертом этаже не скандалили. А когда соседи услышали странный звук, они подумали, что это упали стройматериалы с крыши. Многие поняли, что произошла трагедия только когда приехала полиция и скорая помощь. Это и есть отец девочки. Запись сделали через несколько часов после трагедии. Известно, что задержанному 44 года, его сожительнице 38. Они нигде не работали. Их старшего ребенка забрали в детский дом еще в прошлом году. Полуторагодовалый мальчик и девочка, которой было всего несколько месяцев, жили вместе с родителями. Следственные органы поступило сообщение о том, что на асфальтированной дорожке недалеко от общежития обнаружено тело четырехмесячной девочки с признаками падения сосоты. К сожалению, помочь ребенку малышу уже ничем врачи не смогли. Была констатирована смерть. Это общежитие «Маневренный фонд». Сюда приезжают люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Семья, в которой случилась трагедия, пять лет назад переехала с Базаихи. Там у них сгорел дом. Ну вот, например, полиция. Комната 428. ПДН там, ну это надо весь журнал вискать. Ну да, это... Полицию вызывали постоянно из-за шума, а еще из-за запаха наркотических смесей. Соседи рассказывают, жильцы часто вели себя неадекватно. Агрессивно. Со всеми. И с жильцами. Ну, я уж про себя не говорю. То есть, со всеми жильцами ссорились. Начиналось у них все в комнате. Ну и, видимо, под влиянием вот этих всех веществ они начинали скандалить. То бегали под лестницами, прятались, то еще что-нибудь. Ну, то есть, неадекватное поведение абсолютно. За убийство малолетнего ребенка мужчине может грозить пожизненный срок. Расследование уголовного дела продолжается. Что будет еще с одним ребенком, решают органы опеки. Скорее всего, мальчика отдадут в детский дом. Альфия Ремева, Владимир Фетисов, 7 канал. Уголовное дело об убийстве девочки на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета страны. Это поручение главы ведомства Александра Бастрыкина. Он также считает, что привлечь к ответственности нужно не только родителей погибшего ребенка, но и органы опеки, которые обязаны следить, чтобы дети жили в безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова